и всем привет с меня александр навасов в данном видеоролике сегодня я ничего вам такого особенного рассказывать не буду но все-таки это относится к кейсам сегодня я поговорю о кейсах именно о кейсах csgo и извиняюсь что видео выходит в таком формате в таком необычном формате потому что обычно я снимаю камерой играю во что-то сегодня я решил снять такой видеоролик и надеюсь будет интересно сегодня мы поговорим про кейсы которые просто не надо открывать вот честно вот ребята давайте сразу же я начну чтобы вы уже все во всем потом уже все решили и все узнали так как я уже ну как уже знаю открывать кейсы я уже не раз открывал их нет ни одну тысячу раз даже я открывал кейсы в csgo почти постоянно и просто мне там выпадал всякие ширпы всякие другие скины которые мне не нужны да у меня была цель какая когда-то еще две тысячи шестнадцатом году мне была цель получить dragon lore я его получил это было давно и вы не поверите сколько я на него потратил я на во всяком случае на его потратил как будто я взял два dragon lore просто с торговой площадки да мне выпал dragon lore не такого качества какого я хотел пришлось еще трейдиться обмениваться чтобы получить нормальный dragon lore да в общем я много чего вложил в эти кейсы и давайте вот посмотрим сейчас какие есть вообще варианты кейсов вы можете открыть кейсы сайтов это там например force drop csgo fast каким еще сайты потому что я открываю на разных сайтах которые просто рекламировать я не хочу просто например давайте возьмем тот же for drop или другой дроп не важно какой главное там где кейсы открывая сайт например сначала разберемся с сайтами на сайтах мы видим то что да там все дешево да вам может выпасть что-то такое прикольное там что-то интересное но ребят я не советую открыть эти кейсы вообще потому что вы не окупитесь никогда если даже вам выпали скин за например если вы потратили там 100 рублей а выпал скин за 1000 рублей вы конечно обрадовались выявили его начали открывать кейс и опять вы то есть может что-то выпало неправильное вы вы попытались еще 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 и вас получилось так то что вы или пошли в минус или наоборот считайте купили просто тот скин который вы получили за тысячу да бывает так то что вам выпал скин за тысячу а вы открыли еще выпал там скин еще круче и вы все это выводите выводите вы то есть радуетесь вы думаете что так будет всегда то есть у вас просто там такая вот удача нет то есть когда-то сколько я уже знаю сколько я играл на на всяких ксго рулетках я никогда почти что никогда там не окупался там так сказать потому что сколько я играл на рулетках в ксго там ставил какие-то скины свои какие-то эти я постоянно проигрывал неважно когда иногда я выигрывал там сел крутые ножи и все то есть по любому там можно выиграть но когда там против вас там покой же человек как и вы с такими же возможностями с таким же инвентарем почти что как у вас ставит такие же скины и вы выигрывает он получается он забирает себе все и вы поигрываете почему я говорю о рулетках потому что почти что не все игроки ксго играли на рулетках или хотя бы открывали кейсы на сайтах на сайтах я вам сказал то что купиться там невозможно и просто там нельзя сделать да я знаю сайт и вот действительно вы вы сейчас не не решайте что нет я не буду если все я вам скажу так то что да действительно я знаю сайты их много сайтов которые я знаю ну я могу назвать 5 таких сайтов но я не буду рекламы сайты такие на которых можно реально купиться и это не реклама там реально если вы открываете ножевой кейс то из него выпадает именно нож то есть сто процентов там именно нож и тот который вы хотели ну не хотели но если ты нажал кейс то там все ножи и то есть по-любому вы там окупитесь и ну да если не играть там другие режимы типа там есть много режимов то что всякие рулетки там вот есть спинкинг это кейс го хаус и весь кто знает если кто играл на нем поместье спинкинг там есть трипл баттл дечис там какой-то еще был режим там в общем это рулетка и там скинов в магазине если да вы выиграли в рулетке там сколько-то это вы не выведите там дешевый скинг там их просто нету это я говорю про кейс го хаус это да реклама если хотите посмотрите там вот ссылки в описании будет обязательно этот сайт ну это не это не реклама я вас наоборот говорю то что не открывайте там кейс никогда не выбивайте ничего из рулеток ничего не забирайте оттуда вот нормальный сайт который я могу вам сказать то что можно там открывать это csgo fast пока что ни разу я на нем не проиграл да я когда открывал там то есть то есть когда рулетку выиграл я вывел скины и решил ну почему бы и нет раз я так такой крутой почему бы не менее поставить скины на эту рулетку и возможно я бы выиграл что-то крутое но нет я проиграл все вы сейчас скажете я проиграл типа я не умею играть и то есть вообще ладно в общем я вам скажу если вы выиграли вы выводите не играйте дальше просто выводите нахрен это все если вы выиграли но все-таки не советую это делать потому что лучше ребята лучше накопите и купите на торговой площадке скины это точно это вам никаких проблем не будет никаких этих это не во мне рулетки не кейсы вас точно вы уже выбрали себе скин и если вы можете то вы можете купить не надо открывать кейсы думая что вам будет что-то круче вашей цены например там скин какой-нибудь дорогой из дешевого кейса такого не может быть тогда такое бывало но это не знаю какой процент выигрыши должен быть это невозможно просто окупиться например я знаю несколько сайтов тоже где кейс за 99 рублей там выпадают ножи и да действительно выпадают ножи но это всего лишь реклама и там нельзя вообще выиграть нож никогда нет ни разу сколько я играл сколько мои друзья играли там там нож не выпадает и никогда не выпадет оттуда нож есть много таких сайтов и если вы знаете такие сайты то вы знаете о чем я говорю сколько бы кейс не стоил вам нож не выпадет ну я знаю такие сайты которые задешево можно выбить и реально нож это правда но такие дешевые непроверенные сайты на которых вы играете например несколько дней ну неделю ладно месяц вы играете там вы никогда не окупитесь там если сайт не проверен если вы там не проверили еще ничего вы не окупитесь просто не окупитесь и вы просто потратите то что вы туда закинули на этот сайт лучше не открывать кейс не на сайтах не стим переходим теперь к стиму никогда вот честно ребят никогда не открывайте кейсы в стиме никогда этого делать не нужно потому что потому что это стим это вы никогда не окупитесь с кейсом да действительно кто-то оттуда окупается но он закупает много кейсов и он не замечает что он потратил стоимость стоимость этого скина то есть по любому сайты и стим всегда на вас окупится а вы наоборот уйдете в минус и поэтому в торговой площадке все проще ребят честно сколько вот вы меня не спрашивали сколько вам вы мне вопросов не задавали я всегда говорю не пользуйтесь кейсами да я показываю что я там что-то выбиваю из кейс какие-то ножи какие-то эти я это показываю у меня монтаж я когда-то там выиграл я это потом смонтировал но я этого не делаю постоянно я вам не показываю что мне выпадает когда я просто так открываю кейсы я никогда не снимаю постоянно что я прямо открываю кейси да я открываю кейс не снимаю про это видео да оттуда выпадают какие-то крутые вещи но я этого не снимаю но с ним если даже и снимаю то иногда да выходит стримы где открывай именно кейсы трачу там и в конце все-таки я окупаюсь потом продаю это все и опять кладу на этот сайт или я не знаю вы знаете если вы смотрите мои стримы на твиче то вы знаете да ну в общем все на этом видеоролик наш закончился я не знаю чего вы будете думать я это делаю не по тексту потому что я не готовил текст для этого видеоролика но все же вам я так могу сказать почему я решил снять этот видеоролик потому что почему я назвал именно фарс дроп фарс дроп я назвал его потому что именно там я проиграл очень дофига выложите этот видеоролик или нет да я реально снял видео где я открываю просто ножи просто вот ножи и там всякие другие скины на фарс дропе да я когда-то там окупился да там в начале видео я окупился но я все проиграл потом я закинул еще я думал да ладно я пошел в минус но всегда получалось так то что если я закидываю еще то я все-таки окупаюсь и получается то что я купился и все я ушел все-таки со скинами но когда я еще раз пополнил у меня опять же ничего не выпало и не выпадало уже ничего хоть там в ленте можно было увидеть что людям выпадает и именно из этого кейса которого я играю именно там у них выпадают крутые скины какие-то эти да кому-то выпадают дешевки но или администрациями модераторы просто как-то сделали так чтобы не выпадал именно такая хрень что мне никогда даже с таким можно сказать с таким шансом мне никогда не выпало ничего крутого этот видеоролик я не знаю выложите или нет если на этом видеоролике нас наберется хотя бы 100 лайков я выложу этот видеоролик где я потратил около десяти тысяч и если он вам понравится я сниму еще один видеоролик про форс дроп или не про форс дроп в общем я сниму еще один видеоролик где я буду открывать кейсы также как я делал в том видеоролике вы еще не знаете все на этом видео заканчивается итог вот вывод вот мой ответ не открывайте кейс не на сайтах не на стиме нигде не открывайте можно только трейдиться это кс-мани это какие-то другие трейдинги боты именно с ботами трейдитесь не надо трейдиться с теми кто пишет стиме давайте про трейдимся этого делать не нужно я вот под конец видеоролика я скажу вам то что я собираюсь открыть нет некоторым подписчикам кейсы ножевые кейсы это что им оттуда выпадет я то им и отдам я про это сниму видеоролик и возможно через пару дней возможно это не точно смотря как будет это монтаж делается я смонтирую видео где я нескольким людям открываю ножевые кейсы по скайпу то есть все нормально и вот как будет происходить передача ножа там все такое если вам интересно будет тоже подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии под видео и всем удачи и всем пока и